Всем привет! Всем здравствуйте! И сегодня я хочу посвятить это видео любителям чая. Я, конечно, тоже, как и все, пью кофе, но все-таки я остаюсь любительницей чая. Чай – это тот напиток, который я могу пить постоянно, в разных вариантах. И если я какое-то время не пью чай, я чувствую прямо недостаток этого напитка, вот, на чисто физическом уровне. Мне нравится все, мне нравится аромат, цвет, мне нравится вкус. Я пью чай без сахара, в основном с вареньем или с какой-то конфеткой. Это мой самый-самый любимый напиток. Есть целые нации любителей чая, к которым мы относимся и мы, россияне, и индусы, китайцы, пакистанцы, англичане. И по другую сторону – это любители кофе. Это французы, итальянцы, турки. Два разных направления. Есть любители чая, есть любители кофе. Понятно, что в Англии чай появился благодаря Индии, благодаря Китаю. Чай распространился и в Англии. Очень долгое время в Европе чай продавался в аптеках, и его принимали как лекарство. Людовик, французский король, лечился с помощью чая от подагры. Многие врачи считали, что если пить много чашек чая, то это избавит вас от всех заболеваний, инфекций. Конечно, это неправда, и мы все прекрасно понимаем, что чай обладает как полезными свойствами, так и отрицательными. Все многообразие чая – это одно растение, которое называется Camellia sinensis. И разница чая заключается только в степени зрелости листа и его обработке. Мы все любители чая, но я все-таки, вот говорю, много чая я пью, и все-таки в основном я предпочитаю черный чай, особенно мой любимый чай с бергамотом. Если я пью чисто черный чай, я пью его в основном с молоком. У чая есть также и свои недостатки, о которых мы иногда забываем. Во-первых, нужно пить всегда только свежезаваренный чай. Чай, который простоял всю ночь, он уже не обладает ни ароматом, ни вкусом. В нем уже содержатся не очень полезные вещества, которые лучше не принимать внутрь. Нельзя запивать медикаменты чаем, потому что вещества, содержащиеся в чае, могут вступать в взаимодействие с лекарственными препаратами или усиливать или снижать действия веществ. Поэтому тоже не рекомендуется. Я на своем личном опыте в этом убедилась, что чай снижает, к сожалению, всасывание железа в организм. Если вы даже принимаете препараты железа, если вы съели хороший кусок мяса или говяжьей печени, не нужно запивать это чаем. Потому что чай не даст всасаться тому железу, которое вы употребили. И чай существует разный. Это чай компании Кусми. Продается он по всему миру. Это такая известная уже сейчас фирма. Вот такая вот у него упаковка. И здесь было 5 таких вот баночек чая. Эта компания основана вообще предпринимателем из России, который много лет назад основал ее в Париже. Но сейчас уже эта чайная компания принадлежит фирме Группу Риэнс. Но свое название этот чай, это Владимир Кусмичев, основатель этого бренда. Потому что в этом наборе можно как раз попробовать несколько сразу сортов, определиться, что тебе понравилось. И купить уже, ну там, большую упаковку, например, именно того чая, который тебе понравился. Начну прежде всего с чая, который называется Кашмир. Вот так он выглядит. И это черный чай, который ароматизирован кардамоном, анисом, корицей, имбирем и лавровым листом. Очень ароматный. И он действительно не зря называется Кашмир. У меня, например, какие-то вот такие вот индийские ассоциации. Ассоциации с индийскими специями сразу. Чувствуется, конечно, здесь, прежде всего, это, конечно, кардамон, который прям на первый план выходит. Очень ароматный, черный и такой необычный, терпкий чай. Вот такой вот на индийский манер. Второй чай, это чай зеленый. Называется Almond Green Tea. Это зеленый чай, ароматизирован ароматом горького миндаля. И миндаль здесь именно горький. Очень-очень ароматный. Чувствуется, что прям взяли вот эти вот орешки из сабрикоса, да, вот такие вот с горечью. И они здесь очень сильно ощущаются. Очень приятный, вкусный и такой необычный чай. Я вот, например, с ароматом горького миндаля чай пью в первый раз. Следующий чай, это даже, скорее всего, не чай, а называется он Aqua Exotica. И это такой фруктовый напиток. Здесь гибискус, яблоко, шиповник и ароматизаторы. Здесь совершенно нет чая. Здесь просто вот такой вот фруктовый набор различных фруктов. Очень приятный, очень такой кисленький на вкус и очень хорошо освежает. Такой приятный напиток. Следующий чай, это чай, который называется Prince Vladimir. И это черный чай, который ароматизирован маслом бергамота, корки апельсина, грейпфрукта, лайма и ароматизаторы. Я его очень быстро выпила. Он мне напоминает, ну, как бы, он является таким чаем, который я пью на постоянной основе. Это чай с ароматом бергамота, цитрусовых. Такой вот самый, мне кажется, востребованный, распространенный, самый такой популярный чай. И называется он Prince Vladimir. И последний чай, это черный чай и ароматизаторы красных ягод. Он так и называется, четыре красных фрукта. Вот, тоже черный чай. Я здесь чувствую малину, ягодки какие-то, может быть, персик, яблоко. В этой упаковке было пять коробочек по 25 грамм. Получается 125 грамм чая. В принципе, цена была 20 евро, по-моему. Конечно, этот чай не дешевый. Если учитывать, что 100 грамм стоит где-то около 1000-1200 рублей примерно, да. Конечно, чай не дешевый. Но, если вы любитель чая, просто для того, чтобы для вашего любопытства, для вашего расширения чайного кругозора, я бы рекомендовала вам попробовать. Но, больше всего мне, конечно, понравился чай Владимир. Но, при этом, у меня есть любимый чай с бергамотом, который я просто обожаю. Это чай Махмуд. Его, к сожалению, очень редко где купишь. В основном в каких-то иранских лавках и магазинах. Вот, он обладает бесподобным для меня сочетанием черного чая и аромата бергамота. Он там не очень сильный, но в то же время он очень такой вот натуральный, ощутимый. Я очень люблю этот чай, поэтому я бы, наверное, приобрела зеленый чай. Но, я не любительница зеленого чая. Вот, для гостей я приобрела бы зеленый чай со вкусом миндаля. Очень необычный. И приобрела бы вот такой вот чай Кашмир с кардамоном. Вот чай, который, например, я не встречаю. Все-таки вот такие вот фруктовые напитки можно купить гораздо дешевле. Чай с бергамотом тоже, я думаю, можно везде найти. И с фруктами тоже. Вот два таких необычных чая, которые бы я купила, наверное. Это Кашмир и вот такой вот зеленый с миндалем. Я надеюсь, вот такие вот чайные видео будут часто. Я буду, если находить какие-то интересные чайные напитки, я буду вам рассказывать, делиться. И вы тоже со своей стороны делитесь, какой чай у вас любимый. Может быть, вы пробовали какой-то чай вкусный, который стоит попробовать. Пишите в комментариях ваши сорта любимого чая. Давайте делиться. Я думаю, эта тема для тех, кто любит чай. Я думаю, эта тема очень интересная. На этом все. Я вас немножко развлекла. Всего доброго и всем пока!